Юнатскому движению исполнилось 99 лет. Легендарный для нашего города сад юнатов открылся в мае 41 года, незадолго до начала Великой Отечественной войны. А в 45 году те, кто вернулся с фронта, посадили в саду 12 яблонегруш. Они цветут и плодоносят до сих пор. На станцию юных натуралистов в детстве ходили наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Они изучали здесь искусство ведения огорода и выращивали свои первые цветы. Прививали яблони, выращивали сады, выращивали сады по всей области, пропалывали, выращивали цветы, клумбы, рассаду. Ну и конечно же еще делали исследовательские работы, они по сортоиспытанию и по различным качествам, по составу различных овощей, фруктов. Сегодня жизнь в саду продолжает кипеть, правда теперь он называется детский эколого-биологический центр. Ежегодно в нем занимаются более двух с половиной тысяч детей. Нам надо тоже предлагать те вещи, которые действительно сейчас интересны. Например, какой-то уникальный хендмейд из ювелирной глины, из ювелирных смол с использованием маленьких природных материалов. Опять же, флористика у нас достаточно интересное направление. Вот сейчас планируем еще разные как раз создания флорариумов, террариумов, аранжировки флористики. Акцент в детском эколого-биологическом центре делают на профориентацию и получение ребятами дополнительной профессии. Например, здесь можно изучить азы ветеринарии, лесного дела или ландшафтного дизайна. Ребята не просто в теории узнают, как выращивать, что такое, какие почвы, какие растения. Они на практике создадут свой проект и они его здесь на нашей территории реализуют. И, естественно, они потом получат по окончании школы диплом об окончании этого проекта. Кроме того, у нас очень активно развивается второй год уже сетевой образовательный проект «Агрошкола», где ребята получают реальную профориентацию. У них часть занятий проходит на нашей базе, часть на базе агротехнологического университета, часть на базе лучших хозяйств Рязанской области. А вот интерес юного поколения к непосредственно сельскому хозяйству несколько остыл. Однако на областной конкурс ЮНАД привезли не меньше тонны продуктов, выращенных своими руками. В ярмарке, которая проходит уже более 20 лет, традиционно принимают участие школьники из всех районов Рязанской области. Выращивали чеснок, кубачки, огурцы. Ну, все закрывали и привозили на ярмарку. Помидоры пахнут тем, что настоящими помидорами, никак в магазине, никак. Нет, я очень довольна. Анастасия и Екатерина приехали из Рыбновского района. Их деревня Новая Батурина славится капустой. Девушки и сами выращивают ее уже более 10 лет и знают все тонкости. Она должна быть, как вот сейчас сам распространенную капусту, сам подпойт, она должна быть средней, а если на терку, то покрупнее выращиваем. Ну, ее желательно надо пахать, удобрять и ухаживать за ней, полоть, чтобы она выросла хорошей. Если не будете ухаживать, то она вырастет маленькая, которая никому не нужна совсем. Я думаю, что гордость это все овощи, которые мы сюда привезли. Их настолько много. У нас вот свекла, я еще нигде такую не видела, если честно. Кабачки большие. В основном у нас удалось овощ с тыквой. У нас большие опыты происходят в школе. Мы скрещиваем сорта. Школьники соревнуются в семи номинациях. Среди них полеводство, овощеводство и пчеловодство. Их натуральные продукты уходят с лотков за считанные минуты. Кто оказался самым вкусным, определят покупатели. А вот имена самых талантливых фермеров назовут уже 21 сентября.